Если бы выборы проходили сегодня, а такой опрос провели сотрудники Центра изучения общественного мнения СОЦИС. О его результатах мы поговорим сегодня с руководителем Центра Дмитрием Борцовым. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как проводили опрос, как выбирали респондентов, за какой период проводили опрос? Опрос проводился в середине июля, в течение недели. Опрос проходил по телефону. Было опрошено 3000 респондентов по выборке. Что значит по выборке? То есть, если у нас, скажем, 55% женщин, 45% мужчин в Чумаше, соответственно, 55% среди опрошенных это были женщины. И, соответственно, то же самое полувозрастным группам. У нас 37% избирателей проживают в Чебоксарах. Соответственно, среди 3000 избирателей должны быть 37% жителей города Чебоксар. Это распределение выборки. Теперь же, каким же образом мы звонили к ним? Есть существующие телефонные базы номеров, билайна, мегафона, других операторов, сотовые связи и плюс городские телефоны. Закачивались в компьютер, и компьютер уже случайным образом направлял к оператору, оператор, который занимается опросом. И через программу случайного генератора чисел, телефонный номер прозванивался и направлялся уже к оператору. И затем уже происходило общение? Происходил уже опрос. Люди как чаще всего реагировали? Охотно отвечали на вопросы? По-разному. Конечно, были отказы. В принципе, просто ложили трубку. Все всегда-всегда по-разному. Это обычное дело. Кто-то отвечал, кто-то охотно, кто-то некогда. Это обычное дело. Ну, хорошо. Давайте пройдемся по вопросам. Я думаю, один из самых интересных звучит следующим образом. За кого из кандидатов вы, скорее всего, проголосуете? Как отвечали жители? По результатам опроса в середине июля 2015 года за Игнатьева Михаила Васильевича проголосуют 53%, за Шурчанова 7%, за Николаева 6%, за Супотина Сапожникова около 2%, против всех 2% и затруднились ответить 28%. Все-таки такое затруднились ответить, это большой процент. А как вы думаете, почему столько людей пока затрудняются ответить на этот вопрос? Во-первых, избирательная кампания не вступила в полную завершающую фазу. Для многих избирателей вообще оказалось, скажем так, они впервые слышат о том, что вообще выборы, о том, что вообще какие кандидаты. Это мы здесь в городе, в Чумахсарах, в принципе, у нас есть активная какая-то рекламная кампания, а во многих селах и деревнях, в принципе, в сельской местности, скажем так, еще предвыборная агитация не начиналась. Это первая причина. Поэтому они от наших интерьеров впервые слышали список кандидатов. И понятно, что как-то сразу определиться, за кого проголосовать, это было тяжело. Ну да, знакомы, наверное, еще не со всеми. Да. Третье, сейчас, наверное, мы задавали вопрос не как они проголосуют сегодня, а как они проголосуют в сентябре 2015 года. Разумеется, еще два месяца есть, и, в принципе, человек говорит, ну, я подумаю, я не знаю пока, в сентябре так решу. Поэтому большое количество людей, которые ответили, затруднялись ответить. Понятно. Еще один не менее интересный вопрос, тоже звучит таким образом. За кого вы бы не проголосовали ни при каких условиях? Здесь что отвечали, интересно. Ну, я скажу только про Игнатьева, потому что процент у других соперников очень маленький, поэтому как-то что-то анализировать тяжело. Поэтому мы спросили тех, кто вот 28% у нас не поделились с выбором, мы спросили у них, а за кого вы точно не будете голосовать? Вот из 28%, которые затруднились, они 5% ответили о том, что мы точно с Игнатьевым не будем. Соответственно, 23% подразумевают, что при определенных условиях они могут проголосовать за Игнатьева. И поэтому рейтинг Игнатьева максимальный, максимальный, может достигать до 76%. Одно дело спрашивать людей, например, за кого они проголосуют, и другое дело, что они думают по поводу того, кто победит 13 сентября. Вот на этот вопрос что люди ответили? В общем, очень интересный вопрос, потому что даже те лица, которые голосуют за, скажем так, за Николаева, за Шурчанова, при этом на этот же вопрос отвечают, что победит Игнатьев. То есть в победу, скажем так, своих кандидатов, в принципе, они не очень-то верят. Большая часть вздурнилась с ответа. Да, люди еще думают. Ну, не только что думают, они просто, скажем так, есть лица, их довольно много, которые, в принципе, просто не интересуются политикой. А мы попадаем случайно и к домохозяйкам, и лицам, которые, в принципе, интересуются политикой. А какие вопросы еще были в вопросе? Мы спрашивали про явку. Мы спрашивали про, за кого бы они проголосовали, если бы были выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, за какую партию они бы проголосовали. Здесь какие результаты? Ну, явка мы ожидаем, что на уровне 60%, плюс-минус, да, плюс-минус 5. За политические партии, политические партии, рейтинг «Единой России» у нас сейчас 61% по Чувашии. По городу Чебоксара 56%. Это довольно высокий рейтинг. Самый низкий рейтинг – это в городах «Единой России», на втором месте, как всегда, КПРФ и «Справедливая Россия». Точные проценты, КПРФ 8%, «Справедливая Россия» 7%, ЛДПР 4%. Очень интересный вопрос по поводу уверенности в своем выборе. После того, как мы задали вопрос, за кого вы проголосуете, мы спрашивали, а вы уверены в своем выборе? И получили интересную картину. Если у оппозиции, я буду так называть, люди еще сомневаются, что проголосуют именно, допустим, за Николаева, за Шурчанова, то есть рейтинг тех людей, которые сказали, что за них проголосуют. Вот 50% ответили, сказали, что да, мой выбор окончательный и ничего не может измениться. 50% сказали, что возможно, поменяя свое мнение. То Игнатия Михаила Васильевича рейтинг, скажем, более устойчивый. 75% у них ответили о том, что да, именно так я проголосую, что мой выбор окончательный и ничего не изменится. Вот на данный момент до самих выборов осталось чуть больше месяца. Вот такие опросы, как вы думаете, для чего проводить, что они могут показать исследователям? Это нужно Центр-Иберкома. Понятно, нужно ли готовиться к второму туру или не нужно готовиться. Это нужно для тех кандидатов, которые участвуют в выборах. То есть какие шансы? Конечно, мне очень интересно, что есть явный фаворит, который выигрывает, и поэтому нет интриги. Для меня было бы интересно, как в Шотландии, когда 47-49%, когда два сильных кандидата, и что рядом идут, это было бы интереснее. Но в настоящий момент такая ситуация сложилась, что есть, скажем так, лидер. До самих выборов вы успеете провести еще один опрос? Да. Вернее, даже сегодня начали опрос, я думаю, что в середине месяца у нас будут уже результаты. Все-таки по результатам опросов можно сказать, пойдут ли жители Чувашии в большинстве своем на выборы? Да, конечно, пойдут. Явка будет более высокая в сельской местности. В Чебоксаре за счет выборов депутатов городского собрания тоже, в принципе, будет ожидаться высокая явка. Я говорю, что явка я ожидаю на уровне 60%. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с руководителем Центра изучения общественного мнения «Социс». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова